Привет, друзья! В этом видео расскажу про абсолютно все способы заработка на криптовалюте. Вы можете зарабатывать на биржах, где централизованно разберем с вами все способы, которые вы так или иначе можете использовать. Мы не будем с вами погружаться в каждый из способов заработка, я лишь вам расскажу такой в обзорном варианте о всех возможностях, которые предоставляет крипта. Однако, дам вам конкретные сайты, на которых вы можете продолжить это изучение и собственное обучение. Также дам конкретные видео, которыми вы можете тоже воспользоваться. Вообще, я люблю записывать такие ролики, когда вы можете посмотреть один всего лишь ролик и больше не смотреть ничего по этой теме, потому что этот ролик закрывает полностью все ваши вопросы, которые у вас есть. И давайте сразу же начинать. Условно, все способы заработка в крипте можно разделить на две части. Это на централизованные и децентрализованные способы. Централизованные способы – это все способы заработка, которыми вы можете воспользоваться на криптобиржах. Я рекомендую новичкам начинать именно с криптобирж и заработка с помощью централизованных способов, потому что здесь меньше вероятности, что вас кинут. Я вам чуть позже расскажу, но при подготовке к этому ролику даже я попался на мошенников в децентрализованном пространстве. Среди всех централизованных бирж сейчас Bybit на рынке СНГ занимает первое место, потому что Binance из России сейчас ушел, Coinbase – американская криптобиржа, и Bybit у нас теперь номер один. Кстати, регистрируясь по нашей ссылке на криптобирже Bybit, вы получаете доступ в наш закрытый торговый клуб и в криптобазу, где есть уже уроки по техническому анализу, отдельный мини-курс по техническому анализу. Там постоянно пополняется эта база новыми и свежими материалами про крипту. В том числе мы заливаем туда инфу из закрытых источников, поэтому это закрытый канал, но бесплатный за счет того, что вы просто регистрируетесь по нашей ссылке на бирже Bybit. У меня на канале есть отдельное видео про регистрацию с телефона, с компьютера, если вдруг вам нужно подробное объяснение и инструкция по функционалу биржи, по интерфейсу. Вы всегда можете зайти на страницу нашего канала и здесь нажать «Поиск» и найти, например, Bybit с телефона. И у вас откроется поиск, в котором вот последнее видео наше про то, как пользоваться биржей Bybit с вашего смартфона. После того, как мы зарегистрировались на бирже, нам нужно пополнить баланс. Наш самый главный план по входу в крипту будет звучать следующим образом. Мы берем деньги с нашей банковской карты и закидываем их на криптобиржу. Сделать это можно с помощью P2P торговли через раздел «Купить криптовалюту». Здесь нулевая комиссия и вы можете с картой абсолютно любого банка в любой стране закинуть их сюда в крипту. Далее с этой криптовалютой мы будем уже работать. Итак, первый способ, который вы можете использовать, это покупка и продажа криптовалюты. Начнем с простого. Находится все это в разделе «Торговать». И у нас есть два варианта, в принципе, это спотовая торговля. И в деривативах находится бессрочный USDT, это фьючерсная торговля. В обычной спотовой торговле мы покупаем и продаем криптовалюту. Вот мы, например, перешли сюда в этот терминал. И здесь мы можем справа выбрать, что мы хотим сделать, купить или продать криптовалюту. Выбрать по текущей цене мы хотим продать, это рыночный ордер. Либо указать цену вручную. Давайте выберем рыночный, что по текущей. И мы хотим купить, например, биткоин на 100 долларов. Вводим здесь 100 и нажимаем «Купить биткоин». Видите, у меня сейчас баланс 0 USDT. Очень важно. А здесь, видите, вот деньги есть. Но деньги должны лежать на едином торговом аккаунте. Нам нужно перевести их с аккаунта для финансирования на единый торговый, для того, чтобы мы могли торговать на эти деньги. Это самый простой способ. Вот видите, здесь на графике показано, где я покупал-продавал. То есть, покупаете дешевле, продаете дороже. Покупаете только на те деньги, которые у вас есть, ничего не берете в долг. Есть более продвинутый способ именно уже трейдинга, если это можно назвать инвестициями. Просто покупка биткоина, потому что вы можете купить его на бирже, вывести на свой децентрализованный кошелек уже, хранить его там много лет, потом завести на биржу, может быть, не на эту, может быть, уже будет какая-то другая биржа, да, и там уже продать. Есть другой подход. Когда вы покупаете дешевле, продаете дороже, прямо сейчас зарабатывая на этом. То есть, цена изменилась на 1% буквально, а вы на этом уже зарабатываете деньги. Вы на этом зарабатываете там 10%, 50%. Для этого вам придется торговать уже с кредитными плечами. Этот уже называется трейдинг, да. Находится это все в разделе деривативы и бессрочный UDT. Здесь находится торговля фьючерсами. Торговля фьючерсами позволяет вам открывать как позиции на повышение цены, так позиции на понижение цены. Я думаю, вы все видели вот эти фильмы, там, игра на понижение, когда человек открывает short-позицию и ставит на то, что цена упадет. Потом цена падает, да, он зарабатывает. Как же они все на этом зарабатывают? Вот можно заработать с помощью фьючерсов, потому что на фьючерсах есть такая прямо кнопка «Открыть short». То есть, по сути, вы все то же самое делаете, как вот мы сейчас на споте с вами проделывали. На 100 долларов, например, «Открыть short». И у вас открывается позиция на понижение. И раньше, если вы зарабатывали при покупке биткоина, когда цена растет, теперь вы будете зарабатывать, когда цена будет падать. И наоборот, вы будете терять, когда цена будет расти. Здесь также можно выбрать отдельно кредитное плечо. Кредитные плечи – это дополнительные деньги, которые вы берете в долг у биржи. Чем больше эти кредитные плечи, тем больше денег вы берете в долг у биржи. Это, опять же, инструмент, требующий отдельного изучения. И у нас тоже видео много на канале есть по фьючерсной и по спотовой торговле. Торговать можно не только самому. Можно доверить это другим людям, которые будут брать с вас небольшой процент с прибыли. И для этого есть такой инструмент, который называется «Copy Trading». Здесь есть целый маркетплейс трейдеров, которые поделены по разным категориям. Вы можете посмотреть их статистику, сколько они прибыли, принесли или убытков за последнее время. Прямо видите график их успехов, сколько денег они принесли своим подписчикам. И можете сами стать подписчиком этого человека, который называется «Lead Trader» или «Master Trading». Когда вы копируете его сделки, вы являетесь тем самым копи-трейдером. Вот здесь нажимаете кнопочку «Копировать» и, по сути, вам остается просто ввести сумму, которую вы доверяете этому человеку в управление. На самом деле эти деньги остаются на вашем аккаунте, и биржа Bybit не позволяет никак вашими деньгами воспользоваться, в смысле вывести мастеру трейдинга ваши деньги. Деньги остаются у вас, и вы лишь копируете те сделки, которые делает этот лид-трейдер. Также, если у вас у самого хорошо получается торговать, вы сами можете стать мастером трейдинга, просто зарегистрировав аккаунт. У вас будет отдельный аккаунт для копи-трейдинга, на котором будете торговать, и другие люди смогут на вас подписываться. Вы будете зарабатывать с прибыли. Вот здесь написано «Распределение прибыли 12%». Это значит, что человек получает 12% со всей принесенной прибыли своим подписчикам. Вот здесь написано «130 тысяч долларов», то есть на человека. То есть 130 тысяч долларов фактически у него есть в управлении. Это достаточно небольшие цифры, потому что вот я, например, подписан на таких трейдеров, топовых, можно сказать, и вот у человека в управлении 8 миллионов долларов. Своего капитала у него 2 миллиона долларов. Представляете, да? То есть вот на таких вообще трейдеров и нужно смотреть, потому что у них свой капитал достаточно большой, они рискуют не только деньгами подписчиков, но еще и своими. И вот человек получает процент от прибыли своих подписчиков. Вот этот копитрейдер конкретно зарабатывает на копитрейдинге. Тоже вполне неплохие деньги, потому что за последние 30 дней своим подписчикам он принес 3 миллиона долларов, а себе с этого он получил 15%. Это 450 тысяч долларов. Соответственно, примерно четверть своего капитала, который у него здесь находится, он заработал просто с прибыли, которую принес подписчикам. Этот трейдер торгует вот здесь 218 дней. Мы можем посмотреть всю его статистику и можем также посмотреть статистику прибыли его подписчиков. То есть если они заработали столько денег, сколько же они вложили? И здесь мы это все тоже можем увидеть. И сколько дней в том числе они на него подписаны. Помимо копитрейдинга есть также торговые боты, которые позволяют вам торговать алгоритмически. То есть не своими руками, а боты сами будут открывать сделку, покупать и продавать криптовалюту за вас. Либо если на фьючерсах открывать лонг позиции или шорт позиции. Здесь все не так однозначно, потому что если бы был такой бот, который бы можно было просто зайти, настроить, и он бы точно приносил прибыль, то, скорее всего, всем бы уже им пользовались, и не было бы людей, которые теряют в криптовалюте деньги. Однако такие люди есть, и в криптовалюте не так просто заработать, как многие думают. Поэтому те боты, которые вы видите на биржах, и та прибыль, которую они пишут, это прибыль в прошлом. Не значит, что в будущем будет точно такая же прибыль. И в будущем, возможно, если вы скопируете какой-то успешный бот, через месяц или два вы увидите, что он показал уже не очень хорошие результаты, а на главной странице на бирже уже красуются другие боты, которые за это время показали лучший результат. Поэтому здесь никогда невозможно угадать, какие боты в ближайший год и в ближайший месяц принесут самые лучшие проценты. Мы лишь видим, что за последний месяц, например, вот этот бот заработал много, там, 620% годовых. Но мы не знаем за следующий месяц, сколько он заработает. Это, кстати, за 15 дней у нас здесь показывается. Да и вообще, у меня на канале есть много видео по торговым ботам. Я их много тестировал, и вообще я люблю это, как инструмент это использовать. Но торговые боты на бирже, как мне кажется, недостаточно хороши, потому что, если мы посмотрим там спотовый гридбот или фьючерсный гридбот, их функционал весьма ограничен. Вы здесь можете использовать стратегию искусственного интеллекта, просто тоже ввести сумму, и бот будет торговать. Можете настроить его вручную. И вот эти ручные настройки, их очень мало. На самом деле у меня есть тоже обзор всех этих настроек. И по сути, все настройки вкладываются в одно. Вы ставите нижний диапазон, верхний диапазон, в котором будет торговать бот. Ставите количество сеток, те уровни, на которых бот будет совершать сделки. И кредитное плечо. Это все, что вы можете здесь выставить. Таких настроек недостаточно для успешного запуска торгового бота, который бы приносил вам действительно прибыль. Поэтому, если вы хотите разобраться в теме торговых ботов, я вам дам более глубокое направление для изучения этого. К примеру, такие сторонние сервисы, которые конкретно у них там целой команды занимаются разработкой торговых ботов, и они подключаются к бирже. Подключаются к бирже через API, и они не имеют доступа к вашим средствам на бирже, но могут торговать вашими деньгами. Соответственно, это безопасно, но просто у этих людей гораздо большие команды и гораздо больше настроек вы можете использовать. Конечно, они сложнее. Это не просто то, что я вам сейчас объяснил, и не просто какая-то стратегия искусственного интеллекта, которая торгует за вас. Здесь нужно будет разобраться. Но разобравшись, вы можете зарабатывать гораздо больше, и этими ботами вы можете гораздо больше управлять. У них просто больше настроек. У меня на канале есть обзоры на них. Это Generia и Velis боты. Generia боты бесплатные. Velis бот берет с вас 20% от вашей прибыли. Это именно только от прибыли, которую он принесет, но не более 50 долларов в месяц. Бот Generia с вас ничего не берет, просто настраиваете и торгуете. По Velis у меня есть много видеоотчетов, сколько удается зарабатывать. И за последний месяц, например, вот здесь, эти боты принесли мне 3391 доллар. Поэтому, если хотите изучать тему торговых ботов, то изучайте вот эти сторонние сервисы, которые подключаются к биржам, и тестируйте на них настройки, потому что там действительно есть что тестировать. Здесь настройки почти нет. Следующий способ заработка – это покупка токенов до их выхода на биржу. Дело в том, что перед тем, как токен выйдет на биржу, он обычно стоит гораздо дешевле. После того, как он начинает торговаться, его цена вырастает очень сильно. Иногда это в несколько раз, иногда и в десятки раз. И в этом направлении в криптовалюте есть как централизованные способы, так и децентрализованные, о которых мы тоже поговорим. К централизованным способам относятся в том числе те самые лаунчпады. Находится это все вот здесь в разделе торговать, SpotX, и здесь есть раздел лаунчпад. В лаунчпадах, вот сейчас, например, происходит период снимков баланса. Давайте нажмем кнопочку «Участвовать». И здесь у нас есть два формата участия. Участие за MNT токены, либо раздача в USDT. Тоже можете поизучать более подробную информацию на эту тему, но суть заключается в одном. То, что вы покупаете токены, в данном случае проекта BBL токены, вы покупаете по 3 цента за один токен. Когда этот токен выйдет на биржу, я уверен, что на текущем рынке он вырастет как минимум в 10 раз. И уже этот один токен будет стоить не 3 цента, а 30 центов. Конечно, вам не дадут закупиться на неограниченную сумму, иначе бы вы могли вложить там все свои деньги, которые у вас есть, получить в 10 раз больше и уйти. Если у вас есть какая-то большая сумма, то вам дадут закупиться лишь на, например, 1 или 2% от этой суммы. Ну, это, опять же, в лучшем случае все зависит от количества участников и от количества тех денег, которые сюда вложат другие люди. Надо сказать, что лаунчпады есть не только на бирже Bybit. Они есть также и на других биржах, и я рекомендую вам быть зарегистрированным и на других биржах тоже, и ловить все лаунчпады, которые есть на топовых биржах. Где посмотреть, какие биржи топовые по лаунчпадам? В этом нам поможет сайт CryptoRank. Я на него ссылочку тоже оставлю в описании. Здесь есть раздел IDO, ICO. И здесь есть рентабельность AEO. AEO это как раз и означает те самые лаунчпады на биржах. Поэтому здесь мы видим топовые биржи по лаунчпадам. Это Binance, Bybit, Kucoin, OKEX, HTX. На BitGet в принципе еще такие неплохие результаты. Но мы видим, что есть биржи, на которых по лаунчпадам совсем все плохо, и доходность за последнее время была даже отрицательная вообще. Это вот за все время. Если за последний год брать, то здесь уже немножко другой расклад. За два года тоже немножко другой. Я бы рекомендовал на топовых четырех-пяти биржах быть зарегистрированными и ловить все лаунчпады, которые там проходят. Но дело в том, что в этих лаунчпадах очень часто вам приходится покупать токен этой биржи для того, чтобы принять участие. Например, токен МНТ. На бирже Bybit, помимо того, что вы можете купить некий токен МНТ, вы можете также участвовать еще просто в раздаче за USDT. Если у вас есть просто USDT на балансе криптодоллар, вы уже можете участвовать в раздаче и попытать свою удачу в том, чтобы получить токены этого проекта, да, BBL. На Binance, например, такого нет. На Binance вы должны купить токены BNB. И только если у вас есть эти токены, чем больше у вас их есть, тем там вам больше насыпят токенов проекта. Но, тем не менее, BNB достаточно тоже неплохая монета для покупки в долгосрочной перспективе. Я не рекомендую, вот если можно дать какую-то рекомендацию по поводу лаунчпадов, то не покупайте ни в коем случае токены проекта, токены МНТ, токены BNB для того, чтобы участвовать в лаунчпаде в конкретном. Если вы собираетесь купить эти токены, то только лишь потому, что вы хотите их хранить в долгосрочной перспективе. И уже если будут выходить лаунчпады, то это будет приятный бонус, дополнительная доходность к монеткам, которые вы и так держите у себя на кошельке. Специально покупать токены для лаунчпадов не стоит. Наоборот, перед лаунчпадами, как только анонсировали лаунчпад, токены обычно растут в цене, потому что все их покупают, а после они падают в цене, и вы только потеряете на этом. Вы их купите дорого, а продадите уже дешево, когда они упадут. Также в разделе торговать, в разделе SpotX находится такой интересный инструмент, как токен Splash. Здесь обычно отображаются токены, которые только будут листиться на биржу, и вы часто можете купить эти токены до листинга на биржу. К примеру, вот здесь отображается токен SQT. Мы можем скопировать его название, пойти, например, на CoinMarketCap, и здесь в поиске найти этот проект. Вот мы видим, что мы видим, то, что проект пока что нигде не торгуется. Мы видим там аудиты, которые были проведены, информация по проекту, но здесь нету бирж, пока на которых торгуется этот проект. Но бывает такое, что какие-то проекты торгуются уже на другой бирже. Соответственно, мы можем перейти на эту биржу, купить токен, и когда он выйдет на бирже Bybit, а здесь мы можем посмотреть, нажав на кнопочку участвовать, здесь, когда будет проходить листинг этой монеты, ну вот в данном случае листинг монеты уже прошел, поэтому эта монета нам не актуальна для покупки. Однако некоторые токены можно купить до выхода на биржу. Кстати, здесь есть на каждый проект определенные награды, например, 10 тысяч долларов раздается за выполнение заданий. Это общий пул, вам нужно внести депозит в этих монетах, внести депозит на 100 долларов и совершить спотовые сделки в этих токенах, и вот тогда вы получите 5 долларов. Это совсем небольшие деньги, если вы новичок и у вас совсем нет капитала, то вполне можете выполнять вот такие задания. Это можно назвать доходом без вложений, потому что здесь вы будете вкладывать по сути только свое время. Также хочется отдельно сказать про BuyWatts, это просто такие события периодически происходят, когда вам нужно из трех проектов выбрать один, который будет залечен на биржу Bybit. И если вы проголосовали за тот проект, который собрал наибольшее количество голосов, и он в итоге залистился на биржу Bybit, то этот проект просто раздает вам часть своих токенов. Ну и, как правило, можно заработать, вот в один из последних разов можно было заработать около 50 долларов просто за то, что вы зашли в BuyWatts и проголосовали за какой-то проект. Небольшие деньги, но опять же без вложений, поэтому пользуемся. Ну и давайте завершим способ заработка на биржах стейкингом, в котором вы можете просто пассивно получать криптовалюту. На бирже Bybit конкретно есть раздел Bybit Lending, также есть отдельный разбил Bybit Earn, и такие инструменты есть плюс-минус на всех биржах, на всех топовых биржах они точно есть. Это когда вы можете застейкать монетки USDT, например, положить сюда криптодоллар и получать какие-то проценты годовых. В данный момент здесь написано доходность 10.58 годовых, но это опять же зависит от того, насколько востребована сейчас монета, потому что вы получаете доходность в том числе с тех людей, которые берут деньги в долг у биржи, да, вы помните, я вам рассказывал на фьючерсной торговле, то, что можно брать маржу. Вообще обычно это как происходит? Чем сильнее растет биткоин, тем больше ставки APR по доходности в USDT, потому что все больше и больше людей берут дополнительную маржу для того, чтобы открывать свои позиции, деньги перетекают опять же с USDT в биткоин, и все это в совокупности, все эти факторы толкают APR по USDT в стейкинге вверх. Поэтому вы здесь можете просто предоставить деньги, вот нажать предоставить, закинуть сюда например 1000 долларов и получать просто проценты каждый день. Вот здесь есть даже график того, как менялась доходность годовых. Вот была доходность и 16%, 15%, сейчас на уровне 10. Это плавающая доходность, она может опускаться до 7, я максимально видел 40% годовых доходность, но это вот она меняется, то есть 40% она например несколько часов может продержаться, а потом упасть. Да, но суммарно вы получаете что-то среднее вот этого всего. Ну и давайте переходить к децентрализованным инструментам. Я рекомендую перед началом посмотреть вот это видео, просто вбить в поиски на нашем канале MetaMask и посмотреть вот это видеоинструкцию по кошельку MetaMask просто для того, чтобы вы знали как пользоваться этим кошельком. Если вы уже знаете как пользоваться MetaMask, он у вас установлен в браузере, то в принципе поздравляю, мы можем продолжать и можем начинать вторую часть ролика, потому что здесь нам MetaMask очень даже пригодится. MetaMask это децентрализованный кошелек, который выступает в роли хранилища ваших денег и позволяет вам быстро их использовать. В то же самое время он служит способом авторизации на многих сайтах, вам не нужно регистрироваться на децентрализованных площадках, вы просто авторизовываетесь по кошельку MetaMask, он запоминает ваш кошелек и в будущем те деньги, которые у вас лежат там на площадке, вы можете их вытащить оттуда с помощью этого же самого кошелька без регистрации и смс, как говорится. И первое, о чем хочу поговорить, это IDO. Децентрализованный IDO это, наверное, одно из самых нашумевших способов для заработка на последнем бычьем рынке, потому что тогда люди с IDO заработали целое состояние, умножили свой капитал в несколько раз. Это покупка токенов до выхода на биржу с помощью специальных площадок. На этих площадках вам, как правило, нужно держать токены самих этих площадок и тогда, когда будет листиться новый проект, приходить новый проект на площадку, вы можете купить часть токенов этого нового проекта. То есть вы получаете, это называется аллокация, вы получаете аллокацию, например, на 500 долларов и можете на 500 долларов закупить токенов этого проекта. Потом, когда он выходит на биржу, токен вырастает. Ну, давайте вам покажу на примере. Ну, вот, например, по такому же принципу запускала Solana, на который там люди могли сделать тысячу процентов, тысячу иксов, извиняюсь, тысячу иксов, просто вдумайтесь. Toyota там тоже 9600 иксов. Это просто какие-то нереальные суммы, есть, конечно, по приземлению какие-то проекты, но все равно 100 иксов от Axie Infinity, 1600 иксов от All-Time High, ну, то есть даже 20-30 иксов это все равно огромные деньги. А если мы говорим о сотнях или тысячах иксов, то это что-то вообще за гранью. Поэтому сейчас IDO все еще являются такой надеждой для заработка. Кто-то говорит, что тренд IDO уже прошел, кто-то говорит, что он наоборот только начинается. Я думаю, что в конце концов не обязательно гоняться за трендами, можно зарабатывать на инструментах, которые и не являются трендовыми, но вы в них хорошо разбираете. Самое главное это найти вот сейчас из этого видео тот инструмент, который будет ближе всего для вас и разобраться в нем уже основательно. В то же время параллельно следя за другими инструментами, потому что в крипте что-то может выстрелить и вам нужно будет очень быстро переключиться на другое направление и адаптироваться под новые условия. Итак, в поиске IDO-площадок нам помогает все так же CryptoRank. Здесь мы приходим в раздел IDO-ICO и приходим в раздел предстоящие. У нас написаны предстоящие IDO, какие проекты скоро будут у нас выходить на IDO и какие проекты можем купить до их выхода на биржу. Также в разделе рентабельность IDO мы можем посмотреть площадки, которые дали самую большую доходность за последний год или за два года. В IDO я рекомендую ориентироваться все-таки на последнее время, то есть за год или за два года на доходность вот на этих площадках. Потому что если мы будем отсортировывать по всем, то некоторые площадки вообще были крутыми, но раньше. А за последний год там ничего интересного, например, не происходило. Далее нам остается просто перейти на понравившуюся нам площадку. Обязательно, обязательно на все сайты мы переходим только с проверенных источников. Вот здесь нажимаем сайт и уже переходим на официальный сайт этой IDO-площадки. Здесь можем подключить кошелек. У меня уже он подключился сразу же. И можем ее изучать. В основном, что требуется? Купить токены этой площадки и застейкать их. Например, вот здесь есть стейк. Вот, можно застейкать на 30, на 90 дней, на 180 дней. То есть вы их замораживаете. Взамен на это вы получаете право участвовать в лаунчпадах. Соответственно, вам нужно на конкретной площадке посмотреть, какие условия. Можно точно так же загуглить условия или обзор конкретной площадки. У меня, например, есть обзор нескольких площадок. Одна из них это DAO Maker, где вы стейкаете токены DAO. Взамен на это вы получаете DAO Power. Это такая DAO-сила, которая позволяет вам участвовать в IDO каких-то проектов. Чем больше у вас DAO Power, тем на большее количество денег вам дают закупиться проектом, который здесь листится. Когда-то DAO Maker был одной из просто, ну, чуть ли не крупнейшей площадкой IDO. Но сейчас есть и более интересные площадки. Кстати, есть такие площадки, на которых, ну, есть такие IDO, на которых вам не нужно покупать токены проекта. Вам просто нужно быть зарегистрированным. Но тогда у вас шансы на то, что вам дадут хоть что-то, они небольшие, но они есть. То есть вы просто регистрируетесь и в качестве лотереи, вот так же, как на бирже в лаунчпаде, вы можете в лотереи выиграть этот билетик, который даст вам право на покупку какого-то количества токенов. По сути, это бесплатные деньги. Если вы зарегистрируетесь на большом количестве таких площадок, например, там на топ-10 лаунчпад площадках, то я думаю, что у вас будет уже неплохие шансы, если вы во всех бесплатных IDO будете участвовать, где не нужно стейкать токены проекта. Следующий способ заработка – это тестнеты. Тестнеты – это такая штука, где вы можете выполнять разные задания в тестовых сетях или в мейн-сетях. В общем, вам нужно сделать просто определенные действия по инструкции. Обычно это перевод монет с одного кошелька на другой, на определенном сайте сделать своп какой-то, то есть обменять одни токены на другие. И за это вам дается вознаграждение в будущем, когда проект будет листиться и у него закончится этот тестнет. Есть такой замечательный сайт Encrypted, тоже ссылочку оставлю в описании. У них классный есть раздел по airdrop, где есть прямо рейтинг разных тестнетов. И здесь вы можете перейти в определенный тестнет, и вот здесь, например, нужно выполнить задание. Есть кнопка «Инструкция», по которой вы можете посмотреть полную инструкцию, что нужно делать. Вот зайти на сайт, кликнуть вот сюда. Здесь прямо вам показывается дальше, куда кликнуть, куда нажать, что сделать и где потом все это получить. Все. Здесь описывается абсолютно все, полная инструкция по этому проекту. И у каждого проекта здесь есть рейтинг. Очень классно сделали ребята, молодцы. Вы тоже можете к какому-то проекту поднять рейтинг, либо опустить. Соответственно, вы можете видеть, какие проекты, на какие проекты больше всего делают люди ставки, на какие меньше всего. Вы выполняете просто определенные задания. Проект за эти задания платит вам потом вознаграждение в своих токенах. Эти токены могут вырасти во много раз. Иногда люди с тестнетов, выполнив простое задание, получают по тысяче, полторы тысячи долларов. И здесь мы с вами приходим уже к такому не очень легальному способу. Это мультиаккаунты. Мультиаккаунты позволяют вам делать тестнет уже не с одного, например, аккаунта, а с большого количества аккаунтов. Также есть, сюда же можно отнести разные ретродропы, когда вы тоже пользуетесь просто площадкой. И она за то, что вы просто были одним из ранних пользователей, выдает вам токены. Так вот, многие пользуются мультиаккаунтами, заводят себе целые фермы. Опять же, на эти темы много есть видео на ютубе, можете посмотреть. Есть отдельные антидетект браузеры, которые позволяют вам заводить целые фермы. Я, например, сам пользуюсь и рекомендую ADS Power. Ссылочка тоже будет на него в описании. Это, если что, не реклама. Но вот такие задания могут позволить вам сделать свой стартовый первый капитал. Да и вообще просто их выполнять несложно. Вы можете просто их на постоянной основе выполнять. Сделать там какой-то тестнет может занять просто 5 минут времени. Иногда это полчаса, да. Но все это доход, который вы можете получить потенциально без вложений вообще. Далее это разные амбассадорские программы. Амбассадорские программы позволяют вам помогать проекту на ранней стадии бесплатно. А потом проект взамен на то, что вы им помогали, когда они были совсем маленькими, дает вам часть своих токенов, либо дает вам право выкупить у них какую-то часть локации. То есть то же самое, купить токены до их выхода на биржу. И амбассадорские программы нашумели тоже примерно год назад. Но и сейчас многие амбассадорские программы могут дать очень хорошую доходность. И все, что вам нужно сделать, это просто написать этому проекту и постучаться к нему в амбассадорскую программу, сказать, я вот умею вот это, вот это, вот это, и хочу с вами сотрудничать. По сути, амбассадорские программы можно эту тему расширять просто до бесконечности. Потому что кто-то умеет делать дизайн, кто-то умеет делать классные логотипы, а кто-то умеет делать просто мемы. Да, на мемах тоже можно сработать. И очень многие амбассадорские программы платят людям, которые делают про них мемы. И иногда это очень-очень большие деньги. Есть много историй в YouTube, вы можете посмотреть, где там люди в 16-18 лет заработали просто десятки тысяч долларов на тех самых амбассадорских программах. И расширять это можно до того, что вы можете быть лицом этого проекта, быть блогером, который рассказывает о конкретном проекте. Я встречал людей, которые с амбассадорских программ просто участвовали в них, а потом стали работать в этом проекте, стали там сотрудником службы поддержки. Потому что вы рассказываете обычно в амбассадорских программах проектам, что вы умеете делать. И иногда, например, им требуется сотрудник службы поддержки в чат. Вы можете в этом чате просто отвечать на вопросы и остаться даже после уже этой амбассадорской программы, остаться работать в проекте. Где находить эти проекты? Есть такой сайт DropsEarn. Это один из немногих мониторингов, которые есть вообще в интернете. Здесь вы можете посмотреть, когда он был добавлен 4 дня назад, 5 дней, 6 неделю назад и так далее. То есть, чем раньше проект добавлен, чем он свежее, тем лучше. Потому что проектов, которые добавлены месяц назад, уже могут закончиться амбассадорские программы. Набор в эти программы может уже быть завершен. Значит, вам нужно найти проект, у которого будет написано «Амбассадор» вот здесь и постучаться просто к этому проекту. Писать им обычно вам нужно добавиться в Discord. Discord, я думаю, это обязательно то, что вам нужно будет делать, если вы будете участвовать в амбассадорских программах. Переходите к ним в Discord, у них будет отдельный чат с амбассадорскими программами, стучите им туда, пишите. Обычно есть отдельная форма, отдельный какой-то тест, который вам нужно пройти, заполнить информацию о себе. После чего либо с вами свяжутся, либо вы должны будете в определенный чат вступить, и вам дадут какую-то работу. Нужно помнить, что когда вы участвуете в амбассадорских программах, вы делаете это на безвозмездной основе, и никто не говорит, что вам хоть что-то заплатит. Некоторые проекты говорят, что мы точно заплатим токены. Некоторые проекты очень часто не говорят вообще, что они будут что-то платить, и иногда вообще ничего не платят. В этом плане такие проекты в последнее время стали чаще появляться, потому что они могут бесплатно, по сути, использовать своих амбассадоров, бесплатно использовать рабочую силу, и потом ничего за это не платить. Но опять же, мы здесь рискуем только своим временем, и мы можем участвовать в сразу нескольких амбассадорских программах. Я бы от себя вам рекомендовал, хотя я знаю очень много людей, которые реально делают мемы, делают там вообще какие-то дизайны для проектов и получают за это деньги. Я бы от себя вам рекомендовал постараться использовать свои скиллы и прокачивать их. То есть реально пытаться внедриться в саму команду, пытаться вот в это core community вступить и быть полезным проекту не просто как один из людей, которых можно заменить, а делать какие-то вещи, которые можете делать только вы, вносить свою уникальность в проект. Тогда вам просто сам проект вам захочет платить за это. И после окончания амбассадорской программы вы все равно сможете работать в этом проекте, потому что вы будете нужны ему. Я сам когда-то начинал примерно с такого, в 2017 году был такой проект как в Юле, по-моему так он назывался, это YouTube на блокчейне, который потом прекратил свое существование, но в свое время я находился в команде, в команде этого проекта и отвечал на вопросы в русскоязычном чате. Тогда еще не было всех этих систем мониторингов тестнетов, амбассадорских программ, вообще такого понятия не было. Но я просто находил проекты и писал им на почту, типа я хочу с вами сотрудничать, я хочу у вас работать. Если вы действительно можете что-то интересное привнести в проект, то вас всегда возьмут. Опять же, делайте много попыток и у вас обязательно все получится. Это я прям в прямом смысле, вот вы сюда заходите и пишите просто каждому проекту. И в YouTube также очень часто выходит там, например, что амбассадорская программа у кого-то классного проекта запускается. Следите за этими роликами, вступайте в эти амбассадорские программы и пишите сразу там 10 компаниям, 10 проектам. Иногда нужно 100 проектам написать. И потом, когда вас возьмут, уже вы будете выбирать из этих проектов, они вас будут выбирать в те, которые вы написали. Следующий способ заработка – это ноды. Установка нодов – это, по сути, установка децентрализованной базы для работы проекта. Вы запускаете на компьютеры, на удаленном, определенную программу, с помощью которой проект может работать на этом компьютере и на других. То есть люди запускают по всему миру вот эти ноды. С помощью этого проект существует децентрализованно, пользуясь ресурсами этих удаленных компьютеров. Ноды очень похожи на амбассадорские программы. Но здесь вам нужно вкладывать уже конкретные свои деньги. Потому что вам нужно купить этот удаленный сервер, вам нужно его настроить, и также вам нужно быть технически немножко подкованным. К примеру, есть прекрасный сайт Nodes Guru, который помогает вам настроить, он дает вам инструкции про то, как настроить ноду для определенного проекта. И вообще на нодах, да, люди как бы зарабатывали очень хорошие деньги. Иногда можно установить ноду, потратить там на ее обслуживание, на вот этот виртуальный сервер, там 50 долларов, а заработать с этого 5-10 тысяч долларов. Представьте, если вы установили несколько таких нод, то какие это уже получаются деньги. На сайте Nodes Guru расположены гайды, которые позволяют вам настроить ноду. Вот, например, есть проекты, у которых нет гайдов. Если вы переходите, вот здесь кнопка Guide неактивна, то просто ищите другой проект. Например, вот проект Stader. Здесь сразу же написано, какие системные требования нужны. То есть нужен Linux Ubuntu, 4-х ядерный процессор, 16 гигов оперативки и SSD на 2 терабайта. Вы нажимаете кнопочку Guide, то есть вам нужно купить такой сервер. И вот здесь вам Guide есть на английском языке, есть на русском языке. Вам рассказывается, какой вам нужен сервер. Для управления вам понадобится Stader CLI. Вам нужно скачать его с помощью команды специальной. Вы ее вводите. Вот здесь прямо копируете ее, вводите в командной строке в Linux. Далее добавление прав на исполнение. Все это вводите. Вам конкретные команды просто даются, которые вам нужно скопировать и вставить, по сути. И вот такая инструкция, как правильно запускать эту ноду. Вы можете разбираться в этом сами. И, в принципе, настроив несколько нод, у вас уже технические знания в этом прокачаются. Но поверьте мне, что вы не обойдетесь одной инструкцией, если вы никогда этого не делали. Если вы никогда не имели дело с Linux. Просто вам нужно будет здесь конкретно постараться. Либо найти того человека, который будет за вас-то настраивать. Тем не менее, есть люди, у которых находятся целые фермы в управлении. Но да, это не то, что вы один раз настроили и больше никогда не трогаете. Вам нужно наблюдать за проектом, наблюдать за теми обновлениями, которые требуются вносить в вашу ноду. Потому что периодически вам приходится заходить в командную строку. Еще прописывая дополнительные команды для того, чтобы что-то обновить, какие-то там что-то перенаправить. В общем, ноды это то, чем нужно заниматься. Если вы айтишник, если вы человек с техническим образованием, вам это нравится, то это отличная сфера для того, чтобы копать и разбираться дальше здесь. Ну а мы из тяжелых технических вещей переходим на более легкие развлекательные штуки. В частности, это GameFi. По сути, GameFi это игры в криптовалютном пространстве, игры на блокчейне. Все вы помните, я думаю, слышали про игру Stepan, когда вы покупаете виртуальные кроссовки и нужно в них ходить, зарабатываешь монетки, которые потом можно продать и заработать. Тренд на GameFi не проходит, он будет только развиваться. И мы видим, как мета работает над своей метавселенной. И вообще игры на блокчейне, они, конечно же, будут развиваться. Так вот, очень часто, так как это все-таки в крипте, в этих играх можно заработать. Вы покупаете каких-то определенных персонажей, прокачиваете и зарабатываете. Если вы думаете, что все это работает по принципу пирамиды, в некоторых проектах так и есть. Но многие проекты работают уже годами. Ну, взять, например, то же самое Axie Infinity, который уже несколько лет работает, и людям там действительно интересно играть. Конечно, доходности не такие, как в начале, но тем не менее они есть. Искать такие проекты вы можете прямо на площадках для запуска IDEO. Когда проект выходит, запускается. Вот перед тем, как проект выходит на биржу, он появляется на IDEO площадках, и вы можете на этих площадках его сразу же вылавливать. И заходить в него на самые ранние стадии. Вот, например, лаунчпады. Есть такая площадка, которая называется GameFi. И здесь только лаунчпады по GameFi проектам, по играм на блокчейн. Все, вы можете смотреть, вот прям переходить на сайт этой игры и следить, когда она будет выходить самым первым, залетать сюда. Либо можете, кстати, поучаствовать, купить токены этого проекта в IDEO на платформе, например, GameFi, либо на других платформах. Потому что GameFi проекты лисятся не только на одной площадке. Это я вам просто говорю как бы для примера. Вы можете все так же вернуться к нашему крипторанку, перейти в предстоящие IDEO и здесь искать GameFi проекты. Вообще, я думал о том, чтобы запустить отдельный канал по GameFi. Не знаю, насколько будет вам это интересно или нет. Поэтому, если интересно, пишите. Интересно было ли вам смотреть разборы разных новых GameFi проектов, какие игры на блокчейне выходят и где можно поучаствовать. Следующий способ децентрализованного заработка – это пулы ликвидности. В пулах ликвидности вы можете предоставлять свои деньги для того, чтобы они использовались для обменов. Это происходит децентрализованно и вы получаете процент с этих обменов. Как все это устроено? Когда вы приходите на биржу, то вы покупаете какую-то криптовалюту и биржа получает комиссию. В децентрализованном пространстве люди также обменивают одну криптовалюту на другую. Но тогда комиссию получают уже те люди, которые предоставили эту ликвидность. К примеру, если я захочу обменять, например, USDT на BNB децентрализованно, то комиссию за эту транзакцию получат уже не биржа, а те люди, которые предоставили ликвидность. То есть есть ребята, которые собрались вместе, у них есть USDT и BNB, они закинули все это в один пул в равном количестве. К примеру, человек кладет на 1000 долларов BNB и кладет 1000 USDT в одинаковом долларовом эквиваленте и того и другого. Я прихожу, я хочу обменять 100 USDT на BNB. Я кладу в этот пул 100 USDT и забираю у них на 100 долларов BNB. Соответственно, у них в пуле чуть баланс становится другой. Потом приходит другой человек, хочет обменять BNB на USDT. Они у него забирают BNB и дают ему USDT. И таким образом они просто, собрав свои деньги в кучу, могут одним их выдавать и у других их забирать. То есть производить обмены. Вы можете стать таким же человеком, который предоставляет свою ликвидность в этот пул и получать процент с тех сделок, которые происходят в этом пуле. Самая популярная площадка это Uniswap. Здесь помимо того, что вы можете обменивать одну криптовалюту на другую, фактически покупать криптовалюту, вы можете еще и предоставлять ликвидность в пулы. И здесь есть целый список пулов. Я тоже оставлю ссылочку на этот мониторинг в описании. Вот, например, USDC, Ethereum. Комиссия всего лишь 0.05. Это очень низкая комиссия. Но вы можете находить пулы, в которых комиссия, например, 0.3. Это, например, VBTC, обмен на Ethereum. Комиссия здесь уже такая нормальная. 0,3%. Здесь вы можете посмотреть, какой объем за 24 часа. То есть если вы думаете, что, например, никто не меняет эти монеты, то посмотрите на объем. Да, там 41 миллион долларов объем за 24 часа был. За 7 дней 191 миллион долларов. И здесь вы видите, сколько денег находится в этих конкретных пулах. Вы можете найти тот пул, у которых хороший объем. То есть этими монетами торгуют их, обменивают на Uniswap. И у которых хороший процент. И в то же время маленький показатель TVL. То есть мало денег находится в самом пуле. Соответственно, меньше народу, больше кислорода, как говорится. Чем меньше людей держат здесь свои деньги, тем больше каждый человек получает процентов с этих сделок. Я знаю людей, которые живут только с пулов ликвидности и с дохода с децентрализованных площадок. Особенно если это большой капитал. Здесь можно его разместить в достаточно безопасных активах. Например, это биткоин и эфириум. Вот почему здесь самый большой TVL. Потому что вы, считайте, инвестируете в биткоин и эфириум. Вы не потеряете в любом случае. Комиссия здесь 3 десятых. Неплохая. Соответственно, вы инвестируете в активы, которые сами по себе растут. И биткоин и эфир растет. Плюс еще и зарабатываете на комиссиях. На то, что люди меняют просто биткоин и эфириум. Ну, это врапнутый здесь биткоин на эфир. Далее. Есть площадки, которые децентрализованно позволяют вам заниматься стейкингом. То, что мы с вами изучали на биржах, можно делать и децентрализованно, прямо с вашего кошелька. В этом плане вы избегаете посредника. Потому что биржа в любом случае является посредником. Здесь вы напрямую инвестируете через площадки. Здесь уже больше не то, чтобы площадка является посредником. А конкретно смарт-контракт, по которому это все работает. Потому что в смарт-контракте определенно уже написана определенная программа. Которую чаще всего площадка не может вмешаться. Просто забрать все ваши деньги и уйти. Да, потому что все работает на смарт-контракте. Все прозрачно и видно. Один из таких сервисов является Venus. Почему именно он? Я вам, кстати, сейчас расскажу, как меня тут мошенники немножко обманули. Ну, точнее, на самом деле я сам попался. В общем, на Binance есть децентрализованный тоже кошелек. И здесь есть сервисы, вот децентрализованные приложения, которые позволяют вам зарабатывать. Здесь есть и PancakeSwap, и Uniswap. И как раз таки есть сервис Venus. Это хороший децентрализованный маркетплейс, в котором вы можете зарабатывать, в том числе на стейкинге. И очень внимательно, что когда вы нашли, например, Binance, как говорится, фигни не посоветует. Если у них что-то находится здесь в маркетплейсе, скорее всего, это уже такой проверенный сервис. Поэтому его, в принципе, использовать можно. Но нужно переходить на сайт с официальных источников. Нужно было нажать вот сюда и нажать официальный веб-сайт. Видите, вот здесь кнопочку. Что сделал я? Я решил довериться Яндексу. В Яндексе написал Venus Protocol. И наткнулся вот такой сайт Venus Protocol.app. Думаю, что-то вроде бы я здесь так и сидел. А на самом деле название сайта выглядело по-другому. Venus.io. И потом меня перекидывает на app Venus.io. То есть это совершенно другой сайт, не Venus Protocol. Хотя, если мы перейдем на Venus Protocol, то мы увидим, что выглядит он похоже. И само децентрализованный вот этот сервис, он тоже выглядит почти точно так же. Если вы на официальном сайте не были, то вы и не поймете разницы никакой. Я конкретно этому сервису перевел 346 долларов. Давайте посмотрим обозреватели. Вот мы видим, что я перевел эти деньги вот на этот кошелек. Если мы найдем мой кошелек в обозревателе блоков, вот здесь в транзакциях мы видим, что я отправил вот этому человеку 346 долларов. Давайте перейдем на этот кошелек, и мы увидим, что я такой не единственный. Что вот кто-то 35 дней назад отправил ему еще 256 долларов, а 20 дней назад кто-то отправил 9900 долларов. Представьте, то есть просто человек перешел по ссылке, я думаю, в Яндексе на не тот сервис, и вот такие деньги он потерял. Децентрализованные площадки, вы должны понимать, это как бы, когда вы отправляете деньги, вы должны точно делать на правильном сайте. Если вы перешли на фишинговый сайт, то никак уже эти деньги не вернуть. Вот вы нам пишите в поддержку, часто у нас есть бесплатная служба поддержки, вы нам пишите, меня обманули, как мне вернуть деньги? Никак. Если вы куда-то отправили свою крипту, ее уже никак не вернуть. В этом ее как бы и прелесть, то, что никто у вас ее не отнимет, она принадлежит вам. Но в этом-то и самый главный риск, то, что вы ее отправите не тому человеку и уже не сможете ее вернуть. Поэтому я оставляю ссылочку в описании под этим роликом, и переходите именно по ним. Либо переходите с официальных приложений, вот с Binance прям нажимаете «Открыть веб-сайт», потом этот сайт, копируете ссылку и только по ней переходите. Добавляете ее там в закладки, не знаю. В общем, пожалуйста, переходите только по официальным ссылкам. Что здесь можно сделать? Переходим в раздел «Core Pools». «Core Pool», да, здесь у нас находятся монеты, которые можно застейкать. Здесь люди могут брать в долг, вот здесь есть колоночка «Borrow». Это вы можете взять USDT, например, под 19% годовых, но также вы можете здесь вложить USDT под 14% годовых. Вроде бы процент такой же, как и на бирже, но все это происходит децентрализованно, и этому все-таки я больше доверяю, если говорить о крупных суммах, да, когда у вас несколько сотен тысяч долларов, миллион долларов, то, я думаю, лучше это делать на децентрализованных площадках. Плюс, если у вас такие большие суммы, есть дополнительные, у них здесь Prime Boost, когда вы можете получать 25%. Здесь вы стейкаете тысячу токенов, там, через 90 дней у вас появляется Prime, которым вы можете пользоваться, получая тем самым дополнительные проценты за стейкинг просто стейблкоинов и других криптовалют. Ну, здесь я бы рассматривал, наверное, только стейблкоины, USDT, либо USDC. Когда вы нажимаете вот сюда, то у вас две кнопочки, либо предоставить ликвидность, либо взять в долг. Нажимаете supply и добавляете сюда свои деньги, сколько хотите. Например, 300 долларов. Здесь сразу же показывается, сколько в день вы будете зарабатывать. 12 центов в день я буду зарабатывать. По текущей процентной ставке, естественно, эта процентная ставка может увеличиться, либо уменьшиться. Нажимаем Approve USDT. В MetaMask подтверждаем нашу транзакцию. Одобрить. Это мы просто подтвердили использование USDT. Теперь нажимаем supply и подтверждаем уже конкретный стейкинг. Все, транзакция подтверждена. Мы можем забрать деньги из стейкинга, точно так же, перейдя сюда в USDT, supply и нажать withdraw. И здесь вывести наши 300 долларов. Вверху у нас также есть кнопочка claim, где мы можем заклеймить наши награды. Здесь есть такой кошелек. Ну и, соответственно, здесь раздел история, где вы можете нажать my transactions и посмотреть именно ваши транзакции, которые вы здесь совершили, сколько вы здесь куда закинули. И в разделе аккаунт также отображается процентная доходность, сколько денег у вас здесь находится. Опять же, эта площадка просто для примера того, как работает стейкинг. Стейкинг есть и на других площадках, и везде разные доходности годовых, потому что площадки пользуются тоже разной ликвидностью. Их ликвидностью тоже пользуются разные проекты. Ну и последнее направление – это партнерские программы. Партнерские программы – это, я не знаю даже к чему отнести, децентрализованные, централизованные. Есть разные сайты, разные компании, которые предлагают вам приводить им клиентов взамен на что-то, либо на какие-то выплаты, либо на процент, который они будут получать с этих клиентов. Партнерские программы есть и у бирж, есть и у биржи Bybit, например, партнерские программы, реферальные программы, и у Binance есть. На децентрализованных площадках тоже есть партнерские программы. Самые популярные партнерские программы на криптобиржах, когда вы приводите им клиентов, и они платят вам процент дохода с этих клиентов. В том числе, например, я зарабатываю тоже часть денег с партнерских программ. Вот под роликами находятся ссылки для регистрации на Bybit, на Binance. И когда люди регистрируются по моей ссылке, они торгуют, точно так же платят комиссию биржи, я получаю часть от этой комиссии. Тут есть уже для вас поле, для того, как вы это будете реализовывать, огромное. То есть вы можете просто продвигать там ссылки, где-то их размещать. У нас, например, люди получают взамен что-то конкретное, когда вы регистрируетесь по нашей ссылке, вы получаете доступ в закрытые каналы абсолютно бесплатно, и там настройки наших торговых ботов вы получаете бесплатно. А кто-то вообще ничего не дает, и просто вы регистрируетесь по ссылке человека, и ничего фактически не получаете. Но тем не менее, таких людей очень много, поэтому я вам говорю о том, что необязательно создавать какие-то там ресурсы и думаете, ну блин, да, у них есть закрытый канал, они могут продвигать его. А что я буду продвигать-то? То есть вам достаточно просто снять видео про что-то, про биржу, про свой способ заработка в криптовалюте, как вам удается зарабатывать деньги, разместить там ссылочку в партнерском описании, и уже вы с этого будете зарабатывать деньги. Это уже способ заработка достаточно пассивный. Человек зарегистрировался, торгует, вы получаете с этого деньги. Ну что, надеюсь, данные способы для заработка были для вас актуальны, и вы почерпнули что-то для себя, потому что здесь я вам прям вывалил большущий пласт информации для изучения. Все ссылочки будут в описании, обязательно используйте, именно их обязательно. Я, наверное, здесь не будет ни одной ссылки реферальной или партнерской какой-то, да, здесь все будут просто ссылки прямые на сайты. Надеюсь, данное видео было полезно и интересно. Если так, поставьте лайк ему, задавайте свои вопросы в комментариях. Всего хорошего и всем больших заработков. Записывал это видео 2 часа. Всем удачи, пока.